Здравствуйте! Это настоящее время итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали прошедшей недели в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске. Кардинальный отход. Что пообещали друг другу Украина и Россия в ходе турецких переговоров и насколько реалистична реализация обещаний. И оговорка по Фрейду. Администрация США уточнила смысл заявлений Байдена о Путине. Возможно ли встреча президентов после всего сказанного и услышанного? И как это может повлиять на динамику в Украине? Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Российские войска под Киевом скорее перегруппируются, чем отступают. К такому выводу к середине недели пришел Пентагон, комментируя движение российских военных в районе украинской столицы после заявлений, сделанных Москвой накануне прошедших в Турции переговоров. Напомню, что российская сторона заявила о кардинальном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. При этом уже на следующий день после переговоров Чернигов подвергся массированному обстрелу. Генеральный секретарь НАТО, комментируя происходящее, заявил, что военные цели Москвы не претерпели изменений. Он подчеркнул, что Россия намерена усилить наступление в районе Донбасса. На этом фоне представители российской делегации в Стамбуле заявили, что переговоры прошли, цитата, конструктивно и переходят в практическую плоскость. Эти слова прозвучали из уст Владимира Мединского. Украина после встречи заявила, что при получении соответствующих гарантий безопасности от крупнейших международных держав будет готова зафиксировать статус безъядерного и внеблокового государства. Отмечается, что вопрос статуса Крыма будет разрешаться сторонами в течение ближайших 15 лет. А вопрос Донбасса должен быть обсужден в ходе личных переговоров президентов Украины и России. О результатах и динамике переговоров я спрашивала профессора университета Бейлора Сергея Куделю. Эти переговоры были действительно важным этапом в процессе дипломатического регулирования, поскольку мы впервые услышали от украинской делегации какие-то четкие позиции, связанные с теми уступками, на которые Украина может пойти. Они были озвучены несколькими членами делегации. И ключевая из этих уступок – это согласие принять статус постоянного нейтралитета, то есть стать постоянно нейтральным государством, который будет функционировать вне каких-то военно-политических союзов, в обмен на гарантии безопасности, которые Украина ожидает получить от крупных государств мира, в том числе постоянных членов Совета безопасности ООН. Кроме того, мы услышали в рамках этих дипломатических переговоров готовность со стороны России изменить тактику ведения военных действий и продемонстрировать то, что они называют определенной доброй волей, в том смысле, что часть войск будет отводиться от крупных городов и таким образом демонстрироваться какая-то готовность в дальнейшем идти на деэскалацию военных действий. Но нужно сказать, что в принципе суть переговоров осталась той же самой. То есть, с одной стороны, мы видим, что Россия продолжает настаивать на определенных требованиях, которые изначально являются невыполнимыми для Украины. Главное из этих требований – это существенные уступки в признании границ Украины. То есть, Украина должна согласиться с точки зрения России на признание Крыма как части Российской Федерации и на признание независимости двух республик Донбасса. Кроме того, совершенно непонятным является статус тех территорий, которые Россия сейчас оккупирует после начала военных действий 24 февраля. То есть, значительная часть южных территорий Украины и области на севере и на востоке Украины, которые были оккупированы российскими войсками в последние несколько недель, статус этих территорий также не совсем понятен. Поэтому, мне кажется, что модель принуждения к миру, которая изначально демонстрировалась или которую изначально использовала Россия в переговорах с украинской стороной, она остается в силе. И Россия продолжает считать, что несмотря на значительные потери, которые произошли в военной силе, в количестве войск, несмотря на провалы изначальной тактики захвата крупных городов, Россия считает, что она имеет преимущество в этой войне и поэтому может навязывать украинской стороне определенные требования. К сожалению, мы также видим, что с украинской стороны есть определенные убеждения, что эту войну можно выиграть. И это убеждение связано с значительными ожиданиями, оптимистическими ожиданиями в обществе. Около 90% украинцев верят в то, что Украина может победить в этой войне и победить в ближайшее время. Это вопрос нескольких недель или нескольких месяцев. И в связи с этим украинское руководство довольно ограничено в смысле дипломатического маневра. И те уступки, которые Украина уже определила во время переговоров, они в принципе связаны с абсолютно необоснованными ожиданиями возможных гарантий со стороны других стран. Мы понимаем, что ни США, ни Великобритания не готовы, не способны дать такие гарантии в ближайшее время. А поэтому та уступка, которую озвучивалась украинской делегации про нейтралитет, это такая определенная символическая уступка, которую в принципе реализовать невозможно. Сергей, ну вот очень интересно действительно, потому что США накануне заявили, что не готовы сейчас конкретно обсуждать какие-то гарантии безопасности. Как вы думаете, с чем это связано? Конечно, и это связано, во-первых, с тем, что около 70% американцев выступают против участия Соединенных Штатов в конфликте или войне на территории Украины. Они выступают против того, чтобы Соединенные Штаты непосредственно стали участником военных действий и послали туда войска в защиту украинской независимости. И это также связано с тем, что Украина не рассматривается как государство, для которого Соединенные Штаты имеют какие-то военные обязательства, или перед которым Соединенные Штаты имеют какие-то прямые военные обязательства. Поэтому статья пятая, которая действует в рамках НАТО, она не может работать в одностороннем порядке в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. Давайте помнить, нам стоит помнить о том, что договор о североатлантической безопасности, он предполагает коллективную безопасность. То есть, каждая из государств делает свой вклад в безопасность всех стран, которые являются членами НАТО. Украина же хочет, чтобы безопасность предоставляли ей в одностороннем порядке. То есть, государство гарантирует безопасность Украине, но Украина не делает никакого отдельного вклада в то, чтобы обеспечивать безопасность других стран. Это, конечно, исходит из логики, что независимость Украины сама по себе должна быть ценной для государств Запада, и сама по себе украинская государственность является чем-то, что западные государства должны пытаться сохранить и защитить. Но я не уверен, что эта логика, которая абсолютно понятна в Киеве, может быть понятна или принята в столицах европейских государств или в Соединенных Штатах Америки. Сергей, и вот здесь я не могу вас не спросить, поскольку мы с вами разговаривали в самом начале вторжения и выдавали прогнозы о том, что российская армия попытается, может быть, самый вероятный прогноз – это расчленить каким-то образом, разделить страну, установить контроль над какими-то ее частями. Вот сейчас, после этих переговоров, в России заявили, что радикально сворачивается деятельность на Киевском и Черниговском направлении, происходит переконцентрация в Донбассе, при этом в Пентагоне говорят о том, что не видят никаких сейчас таких больших изменений, говорят о том, что, возможно, происходит просто перегруппировка и передислокация войск. С какой целью? Это вот как раз в характере того, что вы прогнозировали больше четырех недель назад? Мне кажется, что заявления про передислокацию российских войск, они в действительности связаны с тем, что российское командование изменяет тактику, оно понимает, что существующие силы недостаточны для того, чтобы штурмовать такие крупные города, как Харьков и Киев, что оборона этих городов является достаточно серьезной, достаточно сильной, и поэтому главный фокус нужно переносить на Восточную Украину, а именно на Донбасс, для того, чтобы восстановить контроль или установить контроль над всей Донецкой и Луганской областями и далее с позицией силы вести переговоры с украинской стороной о признании захвата этих территорий. Мы также должны помнить, что Россия контролирует значительную часть побережья. Она контролирует все побережье Азовского моря и фактически половину Черноморского побережья Украины. Кроме того, оно блокирует Одессу, и любые поставки или торговля, она прекращена через Одесский порт, и это означает, что для Украины постепенно будет... Это ведет к тому, что Украина теряет ключевые торговые направления, которые до этого существовали. И, конечно, это является очень серьезным ударом по украинской экономике. То есть, мне кажется, что акцент сейчас будет делаться российской стороной на удержание тех территорий, которые уже были захвачены, и на постепенном ограничении экономической деятельности Украины для того, чтобы поставить Украину на грань не только экономического кризиса, а фактически на грань экономической катастрофы. И таким образом заставить украинское руководство принять те условия, которые были выставлены в Стамбуле и раньше российской делегации. Сергей, ну вот при этом было сделано заявление о том, что встреча Путина и Байдена возможна в случае ощутимой деэскалации со стороны России. При этом мы наблюдали за... Ну, скандалом, иначе не скажешь, после заявлений, которые президент Байден сделал на прошлой неделе, в минувшие выходные в Европе. Он там в своей речи, это не было прописано, но он сказал, что Владимир Путин не может оставаться у власти. Потом последовало множество разъяснений, объяснений со стороны администрации, были разные дискуссии на этот счет. Вот если смотреть на большую картину и вспоминать о том, что Байден назвал Путина кровавым преступником, мясником, в контексте такой риторики, на ваш взгляд, вообще отношение на... Ну, то есть такое взаимодействие на высшем уровне между США и Россией, в принципе, возможно? Я считаю, что абсолютно возможно, поскольку, мне кажется, Путин давно привык к таким характеристикам, и он, как политик с огромным опытом, понимает, что многие публичные комментарии, они в первую очередь связаны с необходимостью апеллировать к внутренней аудитории, и в данном случае, в случае выступления, заявлений Байдена, он апеллировал и к международной аудитории, поскольку он выступал в Европе, то есть это была апелляция к западному сообществу, но в то же самое время мы понимаем, что есть прагматическая сторона, и эта прагматическая сторона в отношениях, она будет всегда доминировать, поскольку и США, и Россия понимают, что они взаимосвязаны, что их безопасность зависит друг от друга, и какие бы яркие и категоричные не были бы выступления лидеров этих государств, им рано или поздно придется сесть за стол в переговорах. Важно также отметить, что с точки зрения России военные действия в Украине – это только часть более масштабной кампании по противодействию Запада, и поскольку Украина рассматривается как один из театров ведения военных действий, то, конечно, конечная цель противостояния с Украиной является попытка заключить какую-то сделку с лидерами западных государств. Поэтому даже если Украина и Россия смогут договориться между собой, конфронтация и эскалация напряженность в отношениях между Россией и Западом будет сохраняться до тех пор, пока Путин, Байден и, возможно, другие ключевые лидеры западных государств не примут какие-то общие решения и не придут к компромиссу. Сергей Куделя в нашем эфире. Примечательно, что в середине недели агентство «Рейтерс», ссылаясь на анонимные источники в Белом доме и данные, которые, по словам этих источников, были представлены администрацией и разведкой, сообщило, что президент России может находиться в неведении о том, что российские военные терпят неудачи в Украине, а также о полной мере влияния западных санкций на российскую экономику. Американская разведка, согласно данным информагентства, предполагает, что советники российского президента намеренно вводят его в заблуждение. О том, насколько такая теория соответствует действительности в контексте заявлений из Москвы об успешном завершении первой фазы операции в Украине, я беседовала с бывшим корреспондентом НПР в Москве Люсианом Кимом. Вы написали в одном из своих материалов недавних, что поражение в Украине для Путина не является вариантом. Сейчас по каким-то сигналам, исходящим из Москвы, что, на ваш взгляд, является приемлемой стратегией для российского президента в контексте украинской кампании? Ну, я думаю, что это самый главный вопрос. Никто не понимает сейчас вообще, чего хочет Владимир Путин добыться сейчас в Украине. Может быть, у него были какие-то представления, да? Быстро взят Киев, сменят власть. Такие успехи, в кавычках, конечно. А сейчас мы видим, что вот это все не удалось. И мы не знаем, как дальше. Сейчас, конечно, говорят, что они, ну, то есть российские войска хотят сконцентрироваться на Донбасс. Но это может быть действительно более реалистично для российской армии. По крайней мере, взять всю территорию Донецкой области и Луганской области. И потом посмотреть дальше. Пока шли переговоры в Турции, Рамзан Кадыров заявил, что останавливаться на достигнутом не стоит и стоит брать Киев. Как, по-вашему, можно объяснить эти заявления и динамику? И возникнет ли опасность, что Путину из Украины просто не будут давать уйти вот кто-то из российских кругов? Я сомневаюсь. Я думаю, что можно ожидать такие заявления от Рамзана Кадырова. В принципе, это довольно типично, что он всегда выражает самые максимальные требования и желания в Кремле, чтобы показать руководству, что он самый верный, самый лояльный, который вообще существует. Поэтому я не думаю, что это очень серьезно на самом деле. Юсен, когда вы сейчас наблюдаете за ситуацией в России, ну насколько мы отсюда можем за ней наблюдать, как вы считаете, вот в руководстве появились какие-то большие сомнения по поводу того, что происходит? И есть ли какие-то намерения кардинально сменить курс или все-таки, что называется, есть ощущение того, что стоит дожимать этот вопрос? Ну, я, собственно, сейчас не понимаю, что значит руководство Российской Федерации. Раньше, когда мы говорили про руководство, ну, это значило вот администрация президента, кабинет министров, но все-таки какая-то определенная группа людей. А сейчас, когда мы говорим про руководство, я думаю, что мы имеем в виду Владимир Путин, как единственный руководитель, я думаю, что очень показательно было заседание Совета Безопасности накануне вторжения, когда Сергей Нарышкин, глава внешней разведки, это было очевидно, что он не знал, какие планы были у Путина. Он вообще не был в курсе. И как это возможно, что глава внешней разведки не в курсе? Особенно мы знаем, что он вообще из самых близких соратников Владимира Путина. Поэтому, конечно, нам очень сложно сейчас сказать. Я думаю, что, конечно, если и те, кто против, просто мы сейчас не слышим эти голоса, мы только слышим голос Дмитрия Пескова и Владимира Путина. Это был Юсьен Ким в нашем эфире. Стоит отметить, что в середине недели президент Байден провел телефонный разговор с президентом Зеленским, в котором обсуждались результаты переговоров в Турции. Байден также подтвердил, что Украине из американского бюджета выделяется дополнительная помощь в размере 500 миллионов долларов. Напомню, что на прошлой неделе во время саммита в Брюсселе Байден объявил о выделении Украине 1 миллиарда долларов и о готовности США принять 100 тысяч беженцев из этой страны. О факторе Украины во внешнеполитическом портфолио американского президента я спрашивала профессора политологии университета штата Теннесси Андрея Коробкова. Андрей, скажите, а Украина является выигрышной картой для нынешней американской администрации в том, что касается того, как простраивается политика в отношении этого кризиса и что, в принципе, мы можем предвидеть на этом направлении? Пока да. Пока это отвлекло внимание от внутренних проблем. Вот мы знаем, что Байден сразу переименовал инфляцию в путинскую инфляцию, хотя она началась задолго до этого кризиса. Он несколько повысил свои рейтинги, поскольку в Америке существует вот такое понятие марши вокруг флага. То есть, когда имеет место внешнеполитический кризис, поддержка администрации внутри страны растет. Но то, что он получил, гораздо меньше, чем происходит обычно. Скажем, Никсон в последнюю буквально неделю своего президентства отправился в Китай, извините, в Египет. И даже несмотря на Watergate, на уже конец его карьеры, его рейтинги резко подскочили. Байден получил небольшой такой толчок. Его действия в отношении Украины поддерживают 46%. 54% опрошенных. 54% все равно осуждают их. То есть, все равно меньше половины американцев одобряют его действия в отношении Украины. И вот тут возникает проблема. Если этот кризис затянется, то уже усилится критика администрации в отношении ее действий в Европе в данный момент. Но, естественно, он в очень сложной ситуации, поскольку начался сезон праймерис, приближаются выборы. И, естественно, республиканцы это используют по полной сейчас. То есть, что бы ни делала администрация, как бы она не была эффективна или неэффективна, ее будут обвинять в том, что она проморгала этот конфликт, это вторжение, и в том, что ее ответ неэффективен во всех областях. А, конечно, главным с точки зрения американской политики является экономика. И, как бы Байден ни объяснял это войной, и инфляция, и другие проблемы, они будут и нарастать, и одновременно на них все больше будет концентрироваться внимание. Здесь есть трагический аспект, который связан с тем, что у публики достаточно короткая память. И если медийные структуры захотят переключить ее внимание на внутренние и внутриэкономические проблемы, они смогут это сделать. Соответственно, генерировать какую-то поддержку, скажем, Украине будет становиться все сложнее. Андрей Коробков в нашем эфире. Стоит отметить, что уже в четверг на фоне продолжающегося кризиса с ценами на энергоносители на фоне военных действий в Украине президент Байден заявил о крупнейшем высвобождении запасов нефти в истории США из стратегического резерва страны. Было объявлено о том, что в течение шести месяцев Белый дом собирается отпускать на рынок по миллиону баррелей нефти в день в попытках обуздать растущие цены на горючее. При этом ранее рост цен на бензин на американском рынке Байден назвал подорожанием Путина. Это все, на что хватило времени. Сегодня мы продолжаем следить за развитием событий. Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь на нашем канале и до новых встреч в следующие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова